Болезни сливы. Для получения богатого урожая вкусных и полезных плодов понадобится здоровое деревце. Зачастую дачники стоят перед проблемами, это болезни сливы и вреды насекомые, что способны погубить садовый участок. Плодовое дерево подвергается болезням подобно живому организму. Поражает сливу болезнетворная флора, бактериальная, грибковая, вирусная. Деревья страдают также неинфекционными заболеваниями. Непринятие мер защиты сливы от недуга – причина не урожая, а порой гибели садового участка. К наиболее распространенным заболеваниям сливы относятся следующие. Манилиоз. Признаки болезни довольно опасным недугом является манилиоз сливы. В народе его называют плодовой или серой гнилью. Первопричина болезни – грибок, что зимует на ветвях и фруктах. Легко обнаружить недуг на сливе, поражаются бутоны и цветки, листва и ветки. У побегов бурая окраска, они увядают и походят на обгоревшие. Поврежденные побеги страдают больше, затем на коре образуются серые выросты. Листва чернеет, ягоды не сохнут. Манилиоз на втором этапе болеет плоды. Гниющее пятно появляется на поверхности, постепенно распространяясь по плоду целиком. На пятне образуются подушки из спор грибов, которые заражают все. Поврежденные манилиозом ягодами гниют. Далее происходит осыпание плодов и засыхание веток. Прогрессирование недуга провоцирует гибель деревца. Борьба с заболеванием применяют железный либо медный купорус 1%. Эффективное использование бордосской смеси 1%. Обрабатывают насаждение до цветения, а также после него. Требуется уборка и уничтожение больных плодов, а также обработка культур бордосской жидкостью 1%. В лечении манилиоза сливы находит применение препарат Скор. Профилактические меры мероприятия по профилактике содержат сбор и уничтожение опалой листвы, фруктов, ветвей, сражения с паразитами, побелка ствола, заделывание ранок и других дефектов. В октябре во время листопада обрабатывают посадки 3% бордосской смесью. Обладают устойчивостью к манилиозу следующая сорта – Венгрия и Денбургская награда. Комедия течения Комедия течения не относится к инфекционным фитоболезням. Зачастую появляется на подмерзших или болеющих деревцах. Порой комедия течения вызывает закисленность или излишняя увлажненность грунта. Иногда заболевание наблюдается на дачных участках начинающих огородников, что неправильно внесли под кормку. Признаки болезни о недуге свидетельствуют симптомы появления капель комедии или смолы. Комедия течения Чревата потери эстетичного облика и инфицированием растений через ранки. Комедия течения Борьба с болезнью Если обнаружена комедия течения у сливы, лечение начинает с зачистки и дезинфекции медным купоросом 1%. Для стабильности результата через пару часов натирают рану листьями и щавеляют, так делают несколько раз. В конце обрабатывают рану садовым вором. Профилактические меры Чтобы предупредить выделение комедии сливами, важен грамотный уход за плодовыми деревьями, полив меру избегания передозировки удобрениями, смазывания ранок садовым вором после формирующей санитарной обрезки. Шарка По вредоносности и отрицательному воздействию на эффективность взращивания сливы эту болезнь приравнивают к парше, груши и яблони. Возревание фруктов на месяц раньше срока осыпания либо засыхания на деревце, речь идет о шарке сливы. Признаки болезни К симптомам шарки относятся пятна на молоденьких листках, которые напоминают извилистые линии или кольца. Осмотр листочков на просвет разрешает лучше увидеть пятнистость. Непринятие мер приводит к мраморности листьев. Шарко больные плоды выглядят как листья, с приметными пятнышками, колечками, полосками. Для мякоти фрукта характерны плотность красно-бурый оттенок, несъедобность. Борьба с болезнью вирус является возбудителем опасного заболевания, которое не подается лечению. Больные растения удаляют из сада. Профилактические меры избежать уявления недуга поможет использование чистого садового инвентаря, здорового посадочного материала. Своевременное уничтожение сосущих вредных насекомых, что разносят инфекцию. Ржавчина. Опытные садоводы наблюдают за состоянием листиков сливы со средины летнего сезона, время возникновения первых пятен. Признаки болезни для грибковой патологии типичны ржавые пятнышки, что располагаются промежжилок на листах. Затем на их месте возникают подушки со спорами грибов. Листва падает не в срок, слива слабеет и лишается иммунитета и холодоустойчивости. Ржавчина. Борьба с заболеванием сражается с ржавчиной. При помощи меди-хлора киси понадобится 40 грамм. Средство на 5 литров жидкости. Расход на 1 саженец 3 литра. После уборки урожая пользуются бордоской смесью 1% либо иными фунгицидами. На заметку, главное – своевременно обрабатывать сливу. Появление пятен – сигнал к обработке деревца в разгар лета. Повторная операция проводится через каждые 2 недели, пока не начнется возревание плодов. Профилактические льмеры, чтобы уберечь сливу от болезни, проводят сборы сжигания опавшей листвы, а также перекапывание земли в риствольном круге. Клистерос пориус. Болезнь порождает грибок, что зимует на ветках, почках либо в ранах. Признаки болезни проявления клистерос пориуса – коричнево-сероватый пятна с малиновой окантовкой в форме овала на листве. Диаметр пятнышек 4-5 мм. Через полторы недели они усыхают после треснут, оставляя отверстие насквозь. Многочисленность пятен обуславливает засыхание и опадание листочков. Когда лопнет ткань зараженного побега, то сочится клейкая комедь, которая стекает по ветке и застывает, как стекловидная масса. Пораженные ветки засыхают. Клистерос пориус. Борьба с заболеванием с клистерос пориусом борется опрыскиванием косточковых культур бордовской смесью 1% при распускании почек на стадии ботанизации. Последующее обрабатывание этим средством после зацветания. Последний раз ливы обрабатывают за 3 недели до уборки плодов. Если ветви сильно поражаются, дополнительно обрабатывают растения после опадения листьев 3% бордовской смесью. Профилактические меры Профилактические мероприятия предусматривают уборку и ликвидацию палых листьев и плодов перекапывания грунта. В риствольном участке удаление зараженных побегов, изолирование ранок садовым варом с обязательной предварительной зачисткой и обработкой медным купоросом, как комикоз. Иногда гибель растения наступает из-за неправильно установленного диагноза или нелечения коккомикоза слива. Он часто встречается в Ленинградской области. Признаки болезни причина грибкового возоболевания как комитис химолиз, который поражает все сорта косточковых растений. Болезнь проявляется в июне, вверху листики покрываются небольшими коричневыми пятнами, а на нижней части – розоватым мучнистым налетом. Коккомикоз Борьба с заболеванием Коккомикоз вылечит фунгициды Айбига, Пик и Харус. Результативное обрабатывание раствора Майзвистик, который готовят из 100 грамм. Средства на 10 литров жидкости. Опрыскивают посадки при распускании почек. Профилактические меры потребуются старательно очищать участок и избавляться от растительных отходов. Грибок распространяется с легкостью, благодаря ветру. Обладают невосприимчивостью к болезни сорта «Дашенька», «Аунушка», «Богатырская». Полистигмоз – возбудитель, грибок, который вызывает ожог листвы слива. Грибковая инфекция дерева поражается обычно в последние декады мая при условии повышенной влажности. Признаки болезни Внешнее проявление Появление красных точек на листьях сливы Их высыхание и отмирание указывают на грибковую инфекцию. Борьба с заболеванием При выявлении симптомов проводят обработку культуры грунта в околоствольной зоне медным купоросом 1% до развития почек. Годятся фунгицидные порошки, топаз либо оксихом. Обрызгивают насаждение до цветения по его окончанию, а также после уборки урожая. Профилактические меры Чтобы уберечь сливы от грибка, важно очищать вовремя сад от остатков растительности и сжигать осенью опавшую листву – источник вредоносного грибка. Профилактические меры выделяются стойкостью к полистигмозу сорта «Венгерка», «Очаковская», «Ринко» от «Альтана», «Зеленый» Млечный блеск Название обманывает, фитоболезнь наносит вред культуре. Признаки болезни Симптоматика недуга Серебряный отлив листиков Воздушные полости в тканях Подобно другим грибковым инфекциям, млечному блеску нравится сырая влажная погода. Поврежденные культуры идеально подходят для поселения. Погибают жилки и концевая каемка листа. На стволе и побегах возникают бурые пятна. Позднее кора становится темной и отваливается полосками. В итоге – гибель деревца. Активность гриба наблюдается при нахождении слива в стадии покоя. Борьба с заболеванием Дачники ищут информацию о мерах борьбы с млечным блеском слива. Придется огорчить, недуг не лечится, возможны лишь меры профилактики. Профилактические меры защита слив от млечного блеска включает обработку ран после зимней обрезки, избегание тополинных посадок вблизи. Сливы – качественный материал для посадок побелка ствола осенью, качество выполнения прививок. Сумчатая болезнь Грибковая инфекция характеризуется разрастанием плодов без образования косточки. Признаки болезни на поверхности слив образуется восково-мучнистый налет с белым оттенком. Споры гриба или его грибницу несложно обнаружить в чешуйках почек либо на ветвях. Сумчатая болезнь Борьба с заболеванием проводит опрыскивание сливы рано весной и после сбора урожая бордовской жидкостью 3%. Профилактические меры проведения санитарных вырезок Ликвидация растительных отходов Трещины на коре В наличии много причин, которые объясняют, почему трескаются сливы кора на стволе. К ним относятся морозы, быстрое развитие дерева, вредные насекомые, фитоболезни, солнечные ожоги, избыточные подкормки, грызуны, травмы при обрезке, высокоурожайность. Вред трещины угрожает здоровью деревьев, являются прибежищем вирусов, микробов, бактерий, которые провоцируют болезни. Трещина на коре Трещина на древесном стволе походит на рану на коже человека, непринятие своевременных мер вызовет рост и размножение инфекции. Лечение трещин используют жесткую щетку для стирания пораженной коры, которую позже сжигают. Для остальных ран пригодится садовый вар. Временами причина недуга – сточные воды. Чтобы разрешить проблему, требуется отвезти их подальше от слива. Когда лопается кора, готовят раствор из железного купороса. Содержимое упаковки растворяют в тепловатой воде и доводят до сметанообразного состояния. Раствором обрабатывают кору, что отслоилось. В конце весеннего сезона либо с приходом лета проводят операцию на ранах, если удаляют пораженные участки. Слива поражается как болезнями, так и вредителями. Слива ветля – результат работы тлей, сморщенная слива. Признаки поражения скрученные и морщинистые листья появляются на молодых ветвях сливы. Слива ветля к тому же не обходит стороной абрикосы, персики, миндаль. Там, где обитают паразиты, листья сморщиваются, желтеют и сваливаются. Локализация вредителей на обратной стороне листа, о чем сигнализирует белесый налет. Вскоре сожистый гриб селится на ветвях, которые чернеют. Тля производит и яйцекладки рядом с почками и в микротрещинах на сливовой коре. Сливовая тля – борьба с вредителем. К популярным способам противостояния тли относятся – опрыскивание децессом 0.1% либо октары 0.1% почек, которые распускаются весной. Обработка слива искрой на 10 литров воды. Одна таблетка полифэнтовиром ликвидирует и тлю и долгоносика. Эмульсия карбофоса на 10 литров. Жидкость и 30 грамм. Препарата. Профилактические меры обрезка пораженных побегов отзовется положительно на растении. Садоводы отмечают малоэффективность народных средств в сражении с тлей. Галовый клещ. Специфические на листьях сливы наросты или бугорки, которые напоминают бородавки, означают выражение растения головым клещом. Вредитель высасывает соки из культуры, выделяя ядовитые вещества. Токсины парализуют листья, замедляют рост и вызывают деформацию образования и камер или галов. Там паразиты выводят потомство трижды за сезон, которое быстро разойдется по саду. Признаки поражения сначала появляется мягкий светлый пушок. Что не удаляется пальцем. Затем налет потемнеет. Снаружи на листьях образуются выпуклости бородавки. Окрас листовых пластин изменяется от желтого до бурого оттенка. Далее следует их опадание. Галовый клещ. Борьба с вредителями акарициды способствует уничтожению клещей. Используют актофит или капот, актиолик или нейрон. Процедуру повторяют несколько раз спустя неделю. Результативность будет заметна через 21 день. К месту также серосодержащие средства. Профилактические меры рекомендуется вырезка и сжигание пораженных ветвей. На заметку. Из-за быстрого привыкания вредителей к акарицидам важно их постоянно менять. Непарный шелкопряд. Вредит плодовым растениям. Признаки поражения большей гусеницы с бородавками на спинке взбираются вверх по дереву и уничтожают листья на своем пути. Яйцекладки производят на сливе или заборы, которые находятся поблизости. Кукла непарного шелкопряда. Борьба с вредителем соскабливают ножом кладки яиц. Если обработали керосином, ожидают эффективный результат. Опрыскивают сливу до начала цветения и после него. Уход и профилактика. Вредные насекомые вместе с болезнями сливы наносят вред культуре, снижают урожай, ослабляют растения, а иногда даже приводят к гибели. В пору применения приемов агротехники, а также химических препаратов. Начало весеннего сезона пока не набухли почки. Обрезка и удаление больных веток. Для трещин от мороза и срезов пригодится садовый вар. Землю перекапывают в околупрествольной зоне. Опрыскивание сливы нитрофеном 3%. Фаза цветения. Отказываются от химикатов для опрыскивания. Цветущая культура опрыскивается медовым раствором на 10 литров воды 30 грамм. С микроудобрениями на ведро жидкости 1 таблетка либо 1 стакан. Л. Стадия после цветения до возревания. Обрабатывают смесью хлорофоса 0.2% купороза 0.4% меди с хлорокисью 0.5%. Этап воспевания. Сбор и ликвидация зараженной завязи. После уборочный период. Деревца старательно исследуют. Залечивают раны и сбрызгивают горчично-чесночным раствором с злой. Добавка 50 грамм. Минеральных удобрений. Таблетка микроудобрения на 10 литров жидкости. Осенний и зимний сезон. Удаление сорных травы. Опавшие листвы. Побелка стволов. Перекапывание земли вокруг слива. Поздняя осень. Повторная побелка штампов, что обворачивает лапником толью прозрачной пленкой либо робероидом. Целесообразно, чтобы мероприятия отличались постоянным характером. Когда на участке по соседству слива сморщилась или заражена червями, кучелявостью, время принимать срочные меры и проводить обработку сада. Описание болезней сливы и вредителей поможет определиться со способами борьбы.